Всем привет! Вот скажите мне, у вас есть ощущение того, что уже вот-вот наступит лето? У меня, например, нет. Из-за этого карантина в мозгах у меня до сих пор еще где-то в районе марта, ну, может, максимум апреля, а тут опа, и вообще-то первое июня на носу. Но как бы там ни было, мне сегодня захотелось сделать что-то более необычное в плане макияжа. Этот макияж вполне можно назвать весенним, можно назвать летним, он подходит под оба эти сезона. И действительно, вот это та пора, когда можно позволить себе что-то такое вот немножко более яркое, но в то же время и не кричащее. Я постаралась что-то такое ближе к пастельным тонам на глазах изобразить. Но помимо того, что я покажу вам сам макияж, я еще и сделаю для вас обзор нового для меня бренда, но этот бренд абсолютно не новый на рынке, это бренд Makeup Academy. Короче говоря, ждет вас сегодня два в одном, поэтому давайте не затягивать и сразу приступать. Сразу скажу, бренд достаточно интересный, он позиционируется как профессиональный, и я немножко позже затрону эту тему, но тем не менее, когда смотришь вот так вот на картинке в интернете, не всегда понятно, от чего ждать. Ну, естественно, да, для этого и существуют бьюти-блогеры с их обзорами, но речь даже не об этом. То есть много продукции выглядит довольно базово, и вот, наверное, их упаковка ничем не отличается настолько, чтобы выделиться, да, и как бы, чтобы зацепился взгляд, и ты подумал, о, вот это реально классные штуки. Я, когда заказывала эту продукцию, ну, я больших каких-то ставок не делала на нее, потому что мне показалось это вот что-то такое вот средний какой-то масс-маркет, но после того, как я попользовалась этой продукцией, я поняла, что это немножко выше, чем средний масс-маркет. Мне реально понравилось абсолютно все, чем я пользовалась, что-то немножко меньше, что-то немножко больше. И давайте, наверное, начнем с обзора. Сегодняшний макияж я делала вот такой вот палеткой от Makeup Academy, называется она Flame Thrower Eyeshadow Palette. Я, как только на нее посмотрела, я сразу поняла, что вот он, мой весенний и летний макияж в одной палетке. Она очень яркая, и в то же время в ней присутствуют и тона, которые могут немножко ее приглушить и сделать макияж не таким вот прям уж супер ярким, как, например, там сегодня у меня на глазах, а можно использовать вот эти вот матовые оттенки и получить что-то более такое классическое. Тут также есть абсолютно классические металлики, там, например, золото, розовое золото, какие-то пыльные розы и так далее. Но в то же время здесь есть вот эти вот веселые акценты. Оранжево-розовая такая гамма. И что особенно классно, это не пигменты, то есть это все равно тени, и с ними работать достаточно просто. Тени очень пигментированы, то есть когда наносишь на глаза, не получаешь прям такое пятно яркое, которое очень трудно растушевать. Обычно это проблема как раз-таки пигментов в палетках теней. А здесь имеешь возможность наслаивать, то есть когда начинаешь наносить эти оттенки, их видно, то есть это не то, что, знаете, вот нанес и вообще ничего не увидел. То есть видно эти оттенки, но в то же время они не ложатся именно плотно, так что вот прям 100% кожи перекрывают. Мне это наоборот понравилось, более того, это в тему, потому что сейчас модные более пастельные такие макияжи. И вот с помощью этой палетки можно сделать вот такой вот легкий пастельный вариант, украсить это стрелками или какими-то стразами, если вы более смелый человек, чем я. В общем-то можно поиграться, сделать что-то гораздо более интересное, либо остаться в зоне комфорта. Этот макияж глаз я дополнила стрелкой, и для того, чтобы сделать стрелку, я использовала карандаш, который называется Shadow Liner. Я взяла себе оттенок Deep Brown, единственное, что я не совсем поняла, я не знаю, может я дальтоник, конечно, но я когда смотрю на этот карандаш, когда делаю сводч, когда наношу его на глаза, да, он вроде коричневый, но в нем есть какой-то темно-болотный такой вот подтон. Возможно, это достигается за счет блесток, потому что этот карандаш не матовый, он с мелким содержанием блесточек. И эти блестки какие-то такие золотисто-болотные что ли, вот они, может, такой эффект и создают. Цвет интересный. Я вообще абсолютно без проблем сделала сегодня стрелки, причем, мне кажется, стрелки как для карандаша очень круто выглядят, достаточно четкие. Но так как это Shadow Liner, то здесь с другой стороны вы найдете вот такую вот губку, которая поможет вам растушевать карандаш, если вы хотите сделать пыльную какую-то стрелку, растушеванную стрелку, либо просто захотите использовать этот карандаш как базу. Но за что просто отдельное, огромное спасибо, это за то, что они добавили еще и точилку сюда. Потому что за что я не люблю механические карандаши, это за то, что когда ты покупаешь новый, он заточен, он классный, ты делаешь так чуть-чуть тик-тик-тик по глазам, а потом опа, он тупой, и его никак не заточить. То есть в обычную точилку его не засунешь. И вот, кстати, сегодня я тоже делала макияж, я нарисовала вот стрелку, у меня затупился карандаш, я взяла, поточила его и сделала без проблем вторую стрелку. Вот это прям несколько баллов плюс к этому карандашу. По качеству он тоже очень классный. Легко наносится, пигментированный, стойко держится, ну вот вообще никаких претензий. Хорошая тоже линейка у них оттенков, то есть не только коричневый и черный. Можете посмотреть, может быть какой-то вас поярче там заинтересует. Зацените, карандаш реально классный. Я попробовала тоже их тушь, которая называется Amplify Statement Lash. И однозначно могу сказать, что эта тушь понравится тем, кому нравятся более сухие туши. Я когда впервые попробовала эту тушь, я ее не совсем поняла, вот прям сразу. Потому что у меня и так ресницы короткие. И захватить их сухой формулой, то есть нанести эту сухую формулу на них, еще более проблемно, чем какие-то более влажные формулы. Но, знаете, как-то цепляется эта формула к ресницам. Я пытаюсь сейчас максимально описать, чтобы вы себе представили. Когда наносишь на ресницы, такое впечатление, что ничего не будет наноситься, потому что как-то слишком сухо. Но в то же время наносится. Более того, здесь очень классная щеточка. Вот прям такая шипастая-шипастая. Если у вас длинные ресницы, особенно вам понравятся. Если совсем короткие, то может быть не сильно вам понравится за счет того, что можно ткнуть ей в глаз. Больно себе. Плюс у нее наконечник такой шипастый. Мне такие наконечники нравятся, потому что нижние ресницы я крашу вот так вот. То есть вертикально я держу щеточку, не горизонтально. И вот когда есть такой наконечник, это сделать очень удобно. Эта щеточка очень круто прочесывает ресницы. И, наверное, вот сочетание сухой формулы плюс такой щеточки делает классный эффект. Тушь наслаивается. У меня даже немножко ресницы как подкручиваются с ней. И эта завивка даже немножко держится на моих ресницах. Ничего сверх, естественно. То есть не то, чтобы прям реально я воспользовалась щипцами для завивки. Но немножко все-таки они приподнимаются. Также попробовала несколько продуктов для лица. А именно консилер и тональную основу из одной и той же линейки. Pro Base называется. Давайте начнем с консилера. Это Pro Base Full Coverage Concealer. И я себе взяла оттенок 110. И, кстати, 110-й оттенок я взяла и в тональной основе. Консилер мне очень понравился. Он какой-то тонкий по своей текстуре. Но в то же время после того, как его растушевываешь, он достаточно незаметно ложится на кожу. Не пересушивает, не западает в морщины. Не выглядит как-то отвратительно. Да, если у вас возрастная вот эта вот зона, есть морщинки, есть сухость под глазами, это, возможно, не ваш вариант. Потому что я все-таки его немножко ощущаю. Вот я смотрю на себя в зеркало, лежит отлично. Ничего не подчеркивает. Никакой сухости я не вижу. Стойкость хорошая на протяжении дня. Но вот ощущения немножко есть вот эти суховатые. Поэтому вот это скорее консилер. И вообще в целом, мне кажется, это линейка для тех, кто ищет стойкость. У кого есть проблемы со стойкостью. Может быть у вас наоборот жирная кожа, комбинированная кожа. Впереди лето, пот, солнце. Ну, в общем-то, вы понимаете, о чем я. Вот тогда, возможно, вот этот консилер станет вашим лучшим другом. То же самое я, в принципе, могу сказать и об этой тональной основе. Потому что она именно матирующая. Она хорошо ложится на лицо. Тоже мне нравится эффект, который она создает. Такой пудровый, красивый. Но в то же время вот есть вот это на мне, есть ощущение сухости немножко. Когда кожа чуть-чуть как будто стянута. Но опять-таки, если у вас другой тип кожи, не такой, как у меня, а именно склонный к сухости, то тогда, возможно, вам понравятся эти продукты. Знаете, какой особый плюс этого бренда по сравнению с другими, например, брендами, которые также предлагают матирующие тональные основы, матирующие консилеры? Это растяжка оттенков. Так как бренд позиционирует себя как профессиональный, и вот здесь я как раз хочу разобрать эту тему, что по сути является профессиональным брендом. То есть есть такое, как ложное впечатление, что если продукция недорого стоит, то есть это бюджетный сегмент, это по умолчанию не может быть профессиональной косметикой. На самом деле это неправда. Профессиональная косметика может быть в любом ценовом сегменте. Что отличает профессиональную косметику от любой другой, это наличие огромного количества оттенков с разными подтонами и также наличие огромного количества текстур. Это единственное, что отличает ни формулы, ни составы, ни что-то там еще. Ну максимум может быть упаковка еще отличается, потому что обычно в профессиональных брендах стараются сделать так, чтобы это было максимально гигиенично. Например, вот в плане этой тональной основы здесь вот такой вот шпатель. И это для того, чтобы визажисту было удобно куда-нибудь на палитру снять немножко тона и не инфицировать содержание баночки самой. Поэтому вот еще упаковка может отличаться тоже в профессиональных брендах. Также она может быть более компактная, более легкая, абсолютно нет акцента на упаковке, как в люксе, например. И в общем-то из-за того, что это как раз профессиональный бренд, то здесь огромная растяжка оттенков с разными подтонами. Поэтому если у вас проблема с тем, чтобы найти свой оттенок в тональной основе, вот загляните в Makeup Academy, мне кажется, вы там найдете то, что нужно. Вот этот 110-й мне подошел идеально. Давненько я так уже не угадывала с тональными основами, что прям вот нанес. И даже не надо там как-то играться, растушевывать по всему телу. Ну и последнее, что я сегодня использовала в макияже от этого бренда, это помада вот такая вот классическая. Называется она Velvet Lipstick Smooth Matte Finish. У меня это оттенок Dreamy. Я взяла себе матовую помаду и в первую очередь хочу показать вам, как она выглядит. Внешний вид, конечно, у нее на 5 с плюсом. Я считаю, что на вид она вполне не хуже, чем люксовые помады, причем она очень тяжелая. Это не какой-то дешевый пластик, который, знаете, вот весит как пушинка просто. У нее реально такая хорошая железная вот эта вот база, из-за чего помада получается очень весистой. И колпачок тоже совсем даже не такой вот легенький. Что касается оттенка, то оттенок тоже классный. Нюдовые все, как я люблю и как наверняка вы любите тоже, потому что я знаю, многие у меня на канале любят нюдовые помады, постоянно меня спрашивают, что у меня на губах. Что касается текстуры, то это вот действительно вельветовый финиш, как они нам и обещают, на сухих губах будет выглядеть суховато, вот как у меня сейчас. Ну, наверное, все-таки не совсем идеальная картинка в плане макияжа губ. Мои губы ужасно, ужасно, ужасно сухие. Пустыня Сахара это просто оазис по сравнению с моими губами, поэтому если вы испытываете тоже сухость губ, то не берите лучше, вообще в целом не берите лучше матовые помады. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также можете сейчас посмотреть другие мои видео, которые вам предлагает YouTube, а если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся на следующей неделе в моем новом видео.